Борьба накаляется. От победы ребят отделяют несколько очков. В Нижнем Новгороде выбрали сильнейших баскетболистов, студентов техникумов и колледжей. На суперфинал приехали 28 лучших команд юношей и девушек. Играют в стритбол. Это городская версия баскетбола, где команды по три человека играют на половине стандартной площадки. Сыграли мы с Башкирией и с Самарой. Сложно было? Да, очень. Потому что так как здесь стритбол и правила немного скостили, фолы не считают практически. Довольно-таки травмоопасно и сложно. Сложно, но тем интереснее игра. Исход поединка может поменяться за секунды. На атаку дается меньше времени, чем в классическом баскетболе. Для многих ребят это первые серьезные соревнования. Поэтому выложиться надо на все сто. Для нас это первый турник, который нам сейчас дается тяжело. Мы зубами выгрызаем эти очки, победы, подборы. И вот эта победа, она одна из самых важных. В баскетбол три на три играют как школьники, так и взрослые. Поэтому интерес к игре только растет. Поэтому и решено было провести впервые турнир для учащихся среднеспециальных учебных заведений. Ульяновскую область представили команды юношей авиационного колледжа и женская сборная медицинского колледжа. Лучший результат среди команд юношей ПФО показали баскетболисты из Оренбургской области. У девушек лучшими стали представительницы Чувашской республики. Напомним, решение о запуске нового окружного общественного проекта спортивной направленности инициировано полпредом президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым. От его имени спортсменов поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев. Анна Тищенко, Управда ТВ.